Но надо добраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Горы стреляют. Эта часовня на острове мужества и скорби – памятник воинам-интернационалистам. Здесь каждая деталь напоминает о их подвиге. Рубиновый камень, цветокрови и огромный колокол – символ памяти. Внутри же часовни натянуты стальные струны. Говорят, когда поднимается сильный ветер, оттуда издается почти человеческий плащ. Вот мой сын Анискович Олег Михайлович. Он хотел стать летчиком, но сложил крылья на афганской земле. Олегу было всего 19. Валентина Алексеевна до сих пор вспоминает жизнерадостную улыбку сына и хранит его письма. Он как все равно чувствовал, что он не вернется домой. И он говорил, возьмите кого-нибудь из детома, или мальчика, или девочку. Мне, говорит, будет все равно, с кем вы будете жить. Более 9 лет военных действий. Эта война стала самой продолжительной в 20 веке. Однако именно войны-интернационалисты первыми в мире бросили вызов международному терроризму. В Афганистане воевали более 30 тысяч белорусов. Почти 800 погибли. Владимир Гайкавый горечь тех событий прочувствовал одним из первых. Агент КГБ во всех смыслах штурмовал дворец Амина, президенцию президента Афганистана. А при освобождении советских солдат из плена, переуплатился даже в немецкого журналиста. Причем знания языка было мало. Владимир, он же Вольф, досконально изучил менталитет и гардероб. Надо было изучать, допустим, обстановку в банде, знать их обычаи, их нравы. Самому надо было быть подготовленным, вплоть до того, чтобы белье соответствовало, нижнее белье соответствовало тому, тем условиям, в которых нужно было находиться. Потому что, если какой-то элемент отсутствовал бы, можно было бы платиться жизнью. В Беларуси живет более 10 тысяч участников Афганской войны. Подвиг прошлого века не забыт и сегодня. Ветеранам повышенные пенсии, семьям погибших специальное пособие. Плюс бесплатное медицинское обследование и психологическая помощь. Наш фонд, допустим, за 8 лет вручил более 82 автомашины воинам-алганцам, в основном инвалидам. Это большая поддержка. Стараемся по мере возможности поддерживать их хорошие отношения и подставлять плечо, если нужно, людям, те, которые оказались в крайней нужде или в беде. В этот день плачут даже мужчины, вспоминают погибших и встречаются с боевыми товарищами. И почему-то вопрос, как жизнь, сегодня не кажется банальным.